Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня на обзоре у нас Extra Heavy для течения от компании Browning. Достаточно популярная модель среди рыболовов, потому что она недорогая и в то же время выполняет все функции, необходимые для ловли на течении. Значит, это Black Magic CFX 420, длина Т160 граммов. Ну и приступим сразу по бланку, по карбону. Производитель карбон не указывает, сколько тонн здесь. По моим ощущениям, это порядка 36-40, вот так. Ну, я бы сказал 40, наверное, 36-40, да. По весу 385 грамм весит этот бланк. Колечко достаточно крупное, хотел сказать, противозахлёстное. Почему? Потому что я на него ловил несколько раз для тестов. То есть, постоянно я его не использую, просто чтобы понимать, о чём речь в этом бланке, да. И у меня, в общем-то, захлёстов никогда в жизни сюда не было. Притом, я пытался час сделать такие броски, там, резкие, да, с серединной остановкой, чтобы хоть что-то захлестнулось, но не захлестнулось ни за вершинку, ни за нижнее колечко. Поэтому, хоть здесь и не противозахлёстное кольцо, но кольцо 25 миллиметров в диаметре, достаточно большое и позволяющее сюда поставить крупную катушку. Крупную катушку сюда позволяет поставить не только кольцо, но и огромный, в общем-то, катушкодержатель. То есть, помимо того, что вот сюда лапки по толщине заходят достаточно, наверное, от всех возможных катушек. Вот я сколько говорю, видите, я столько и кручу его. То есть, очень хороший, с запасом такой вот ход, видите? То есть, сюда 10-тысячник встаёт. У нас там лежал 8,12, по-моему, катушечка. Я ради интереса сюда её ставил. Конечно, она там неподъёмный, получается, фидер с ней. Но, тем не менее, кто-то там любит 8-тысячники ставить и так далее. То есть, сюда залезает практически любая катушка. Ну, практически говорю, потому что все, что называется, модельки я не мерил, не вставлял сюда. Дальше. Катушкодержатель, кстати, не Fungie, а достаточно простой. Модель, похожая, ну, типа DPS такая вот моделька. Она, в общем-то, надёжная, но середнячок такой надёжный. Тоже из тех, кто ранее покупал, а их там, не знаю, десятки людей брали, если не сотни, то жалоб на него не было. Никто здесь ничего не отваливалось, не прокручивалось и так далее. Значит, дальше идёт пробочка такая. Это не пробка, это обои. Обои, не могу сказать, что вот визуально хорошего качества, прям вот прям совсем хорошего нет. Нет, средние обойки, но в то же время, опять же, жалоб серьёзных каких-то на них не было. Ну, средние. Главное, не забывайте снимать оплётку эту, чтобы внутри не бухло и не создавалось конденсат и влаги. Дальше уже неопреновая пробочка такая, тоже достаточно удобная. Она в конце, то есть, можно её втыкать там куда-то, ставить на грунт, не боясь, чтобы повредить что-то. То есть, так она хорошая, не впитывающая в воду. Почему я так говорю? Потому что от Кайды недавно приносили фидер. И, ну, такая жалоба странная была, очень редко такое услышано. Говорит, он пахнет, воняет фидер. И вот мы смотрели в держаке, думали, сюда вода попала, ещё что-то. А оказалось, просто как вскрыли вот эту неопреновую пробку, вот там в одной из моделей. И она оказалась, в общем-то, там, ну, сырости, плесени, всё остальное. Поэтому здесь, как губка, она не работает. То есть, эта пробочка достаточно удобная. Притом, здесь даже есть такое небольшое утолщение к торцу, к концу, к торцу конца, да, этой пробки, этого неопреновой вставки, да. Ну, соответственно, вот приятно держать в руках. Значит, по кольцам, соответственно, видите, то есть, здесь колечки тоже достаточно недорогие, средние. Ну, в общем-то, функцию свою они выполняют. А вот с вершинками здесь интересная ситуация. То есть, мы получали несколько партий этих фидеров. И, что интересно, комплектация в этих партиях была почему-то разной. Притом, это никакая не подделка, естественно, это оригинальные фидерочки. Ну, в общем-то, в каких-то было две вершинки, в каких-то три. Притом, по громовкам тоже разные. У нас достаточно много вершинок от Браунинга. Поэтому, кто будет покупать у нас сейчас Black Magic и CFX. Если вы их, допустим, хотите использовать на стоячих водоемах, ну, к примеру, да, вы хотите ловить далеко карпа на больших расстояниях, либо леща. Строй позволяет его вязать и в то же время делать хороший дальний заброс. Объемными кормушками позволяет делать такие забросы, да, позволяет делать Т-160 грамм. Поэтому очень многие берут на карповники эти фидера, на водохранилище для охоты за лещом, чтобы на больших дистанциях, там, за 60 метров, 70 до 90 метров, выкормить. Ну, и чуть дальше, я знаю людей, кто ловит этим на дистанции 90-100 метров даже, чтобы выкормить точку, да, с лещом, наложить побольше еды туда, да, объемными кормушками. Вот, но, соответственно, сами понимаете, для таких рыбалок, там, 4-5 унций совсем не надо. То есть, надо далеко забросить, но вершинка должна быть чувствительной, потому что течения нет. Поэтому для таких случаев мы идем навстречу нашим рыболовам. У нас вершинок много, не могу сказать шупалон, но много, пока есть, скажем так, хотя разбирают их постоянно. И мы можем просто по просьбе заменить какие-то вершинки вам на нужные, похожие по тесту, которые вам подходят. Допустим, если вы ловите чисто на течении, и вам просто никогда не будет нужна, там, полутора-унцовка, двушка и так далее, да, мы вам, соответственно, дадим, там, 4-5 унций и, ну, наоборот, соответственно, если стояк, это значит, там, полтора-полторы, и так далее. Обратите внимание, кстати говоря, на очень классную расцветку. То есть, вот эта расцветка, ну, с моей точки зрения, она, наверное, лучшая, которую вообще можно придумать. То есть, люди говорят, что она чуть ли не фосфорная, светится в темноте. То есть, ну, не настолько, конечно, светится, но, скажем-то, какой-то блик света, она очень хорошо отбликовывает, да, свет отбликовывает. И, соответственно, очень её хорошо видно даже в пасмурную погоду, в тёмное время суток и так далее. Ну, видите сами, да, она вот даже сейчас как будто горит. Вот, отличная расцветка, мне вот очень-очень нравится просто. То есть, информативность поклёвки будет просто шикарная. Значит, по поводу ещё характеристик технических. Я записал, поэтому сюда смотрю, что время уже не отвлекать и не мерить при вас. Значит, транспортная длина 143, длина вершинки 7 сантиметров, её диаметр 3,5. Кстати говоря, сюда подходят вершинки от Zemax. Мы прекрасно их пробовали, вставляли. Люди также их покупают под эту модельку, кому нужно. Значит, диаметр комля вот в этом месте 26, диаметр бланка в этом месте 16. Кольцо, я сказал, 25 миллиметров. И длина рукояти вот от этой точки и до конца 47 сантиметров, кому это нужно. Значит, давайте разложим сейчас, посмотрим строй этого фидера. Итак, друзья, разложили фидерочек, смотрите. Вот, пытаюсь вам показать. Вот, чуть-чуть неровненько я собрал. Вот такая палочка, давайте нагрузим. Смотрите, упираюсь двумя руками, специально вам показываю. Ну, вот такой строй. Очень сильно я сейчас тяну. Уже даже рука болит. Ну, то есть, как видите, бросковая палка. Теперь, вот, пытаюсь сейчас отойду чуть подальше от камеры. Тяжело контролировать и то, и то. Ну, то есть, очень хорошая посылистая фидер, посылистая палочка. Прекрасная в плане. В руках лежит, ну, тяжеловатенькая. Тяжеловатенькая, но это все-таки 160 грамм. Поэтому вы с руки не будете ловить. На это не стоит, конечно, обращать внимание. Итак, друзья, посмотрели. Я думаю, приятный строй. Ну, сами видите, да? То есть, достаточно недорогая моделька и очень приятная. Значит, по чехольчику. Относительно недорогой чехол. Синтетический, не впитывает запахи, соответственно, влагу. Разделен на три секции. Вершинки вот в таком тубусе поставляются. Сам фидерочек, кстати говоря, очень приятно обклеен. Вот такой обложен пупыркой. Это колечко, вот, от него нижнего кольца, да, защита. Плюс еще рукоять защищает вот такая пупырка. То есть, ну, приятно сделано. Большая просьба к вам от меня. Теперь, если видео понравилось, не сочтите за труд. Нажмите вот такой пальчик вверх под видео, да, и кнопочку подписаться. Для вас это не составит труда. Для меня это огромный плюс. И огромное спасибо от вас. Также подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал магазина Multifish и на группу ВКонтакте. Для вас это лишняя информация, лишние скидки, большие скидки, да. Самая низкая цена, которая может быть для вас. Бесплатные запчасти в период действия акции. Гарантия бессрочная на заводской брак. Посмотрите, еще ряд условий, которые не может, ну, не представляет никто, кроме нашего магазина. Поэтому посмотрите, зайдите на сайт Multifish. Посмотрите раздел программы лояльности. Там все про это сказано. И покупайте у нас. Всего вам доброго. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok